всем привет пока мне в машину заправляют фреон я сдала кровь потому что у меня вчера очень сильно пухли пальцы я просто так запраниковала особенно вот этот вот ну прошу прощения жест некрасивый но я не жест показываю я показываю свой палец он просто сдулся до такой степени что я что думал что у меня уже отвалится ну и я говорят в англии плохая там медицина траляля траляля я вчера утром позвонила в поликлинику говорю так и так я бы хотела увидеть врача мы вам позвоним но я думаю так если мне аппоинтменты дадут ну типа назначу встречу с врачом там типа 13 сентября то я уже пойду платная даже нашла платную клинику но представляете через часик мне позвонил доктор и сказал приходите сегодня пол второго ну то есть вчера я вчера сходила все мне посмотрели сегодня я уже сдала кровь по поводу этого так что вот такие вот дела сейчас я вот на такси еду сервис забирать автомобиль всем привет подарки продолжаются моя ученица сделала вот такую коробочку сама своими ручками и вот такую корону они в школе вот у них есть такой аппарат там как-то лазер или что в общем они там режут этим лазером вот она смоделировала такую корону ее зовут мета и сделала мне такой брелок ну конечно как брелок я это не буду использовать я поставлю свой красивый шкаф и такую бутылочку вина и и мама мне подарила такие два наверное полтора такая красная бутылочка красного вела вчера кстати купил орхидею за 4 фунта вот эту синенькую ну и тут я вам уже показывала что у меня растут по ходу по ходу может даже не отвалится вот эти точно наверное распустится поэтому меня еще вопрос как-то похоже что отсохнут но эти вроде как вырастут всем привет посмотрите бьется шоколад мне предлагают бери не хочу называется кстати я сегодня в карантри и в этом отеле я ночевала когда-то я помню недавно еще у меня тут как-то лифт что-то не работал я помню на этом рецепшене тут такой дяденька был вот я сюда очень поздно помню приехала ночь было мне было страшно очень идти в общем я здесь была уже сегодня я тут выступаю подарки подарки я когда вам говорила что никто больших денег не дарят дарят вот такую всякую ну честно говоря хрень бумажки какие тут не верьте садоранты вижу там глупо воздухе но для вот как сказать это ни о чем ни о чем вот так красиво украшен 100 молодых все в красных фронах розовые красные цветы за большой дом на людей 500 ну и вы у меня уже знаете что сейчас тут происходит женин жанин заходит диджейчик диджей так давайте с вами посмотрим что же я на вышивала но это вы видели все и я на вышивала вот этот вот кусочек но чуть-чуть не дошила так как у меня было неудобно нацеплена канва вот эти вот два еще квадратиком у меня не поместились поэтому я сейчас он переставляю канву и они уже у меня поместится но за этим радостным событием хочу вам показать это то что когда-то у меня получится а это что вау как красиво слушайте как это сказать красиво выглядит мне кажется что намного красивее нежели на картинке ну вообще просто и что интересно когда вышивала вот эти вот тетрис и я четко понимала что я вышиваю как-то мне очень было понятно и поэтому не было скучно вышивать такими вот сами понимаете с серыми коричневыми цветами вот тут еще листики повышевала но не листики вот эти как эти стебельки теветочек васильки это наверное да стебельки тут есть такой легкий бэкстич чуть-чуть корзинки у нас тут было так где у меня вот этот вот тюпочек которым я трудилась усердно вот вот это вот это все вот сегодня только что вот эти два квадратика на вышивала вот они вот очень конечно редко то меня удовольствие получается но хоть иногда ладно все на этом буду же заканчивать тоже этот влог не знаю что-то намудрила но посмотрю сколько там бы наснимала кусочков если слишком мало то еще можете не закончу а если уже достаточно то тогда все всем привет фотосессия жениха и невесты тут я уже выступала миллион раз в этом дворце очень красивый роскошных а зовут кассов когда-то здесь была больница при второй мировой войне но госпитал так что такие вот делишки готовлюсь сейчас уже начну выступать очень красиво посмотрите как все очень мне нравится вот этот ручеек кстати хочу вам показать вот эти вот тухи tom ford эл-де-солейл бланк вот такие просто очень вот у меня до этого были prada ирис ариш не знаю короче такие зелененькие так вот запах очень-очень похож очень такие свежие нежные легкие но конечно очень быстро пользуются вот это у меня они неделя и я уже вот сколько видите выброс гола выше кого еще кстати меня на примете одни что я потела на духе и сейчас пробую разное потому что всю жизнь я пользовала одни и те же там были christian george hypnotic poison из легких были у меня шанель это кристаллы как-то все надоело мне поэтому решила что-то новенькое попробовать так вот это вот новенькие вот эти правда мне очень понравились и еще я хочу себе купить angel по моему там какие-то ну тоже есть абсолютно новый аромат поэтому как куплю вам обязательно покажу себя пошла работу работать клево до сережки эти зале экспресса три фунта ну потому что вы же понимаете драгоценных камней на каждое мероприятие не накупишься а надо чтобы было все блестело сверкало но это мой стиль мой стиль так по мои волосы мне так очень нравится так птицы шумят в деревьях и очень хорошо что я наделала еще вот больше этих прядей так выглядит потому что было там как-то в конце здесь не было сейчас вот очень такой и объемчики вообще мне так все нравится мне разрешили поснимать и сейчас будет церемония не никах нет это не никах это традиционная индийская церемония религия хинду вот девушка я ее снимать не буду она все готовит очень интересно священник сидит но я тоже его не буду снимать все мне уже надо идти играть я болтан экселенте вы со мной тут уже тоже 300 тысяч раз были поэтому я не знаю стоит ли вообще показывать одно и то же это то же самое если бы вы мне показывали бы каждый раз как вы приходите на свою работу в офис принципе же даже если ты другой зал везде все одно и то же орлы понимаете любые бургода вот так как мы с вами фитнес-бикини нам это ничего не свесит ничего посмотрите даже с бриллианта недорого бога смотрите у меня портативная боже как курица крутилка очень удобно показывать но я вот типа выпрямлялка портативно вот я ей кручу свои локоны здравствуйте здравствуйте мои хорошие бикини бикини о у нас жара просто неимоверная сегодня 37 завтра день рождения александра и будет 40 градусов жары 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 это такое счастье боженко спасибо тебе за это что я имею такую возможность такую жару просто не работать ну естественно если бы это были концерты я бы конечно же работала но так как завтра у меня по плану были только уроки я конечно же сказала ссори майкл но нет 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 у меня отпуск ну и еще плюс отпуск так как у меня мне надо чуть-чуть позаниматься потому что у меня тут на следующей неделе концерт надо будет играть на акустике а я не помню говорила не говорила это отдельная история так заехала после тренировки плеч вот так тренировали плечи как у а как моя спина кстати я не знаю и не знаю что там нибудь что нибудь там видно тени видно ну наверно чудо видно ну ладно боже пока напрягла так вся думаешь фитнес бикини еле-еле покажу вам что я купила как-то зачастили у меня покупки ну просто вот заезжая вас бы что-то интересное покупаю начнем купила себе такое платье в платье халат на это такое 14 фунтов летняя такой вот короткая легенько меня похоже голубенькая если теперь еще себе такое розовенькая купила ну 14 фунтов это надо понимать я не знаю как там по курсу то примерно 16 евро но это не надо так вот считать 14 фунтов в англии это типа два бокала пива в кабаке так я думаю что два бокала пива лучше платьишко купить окей давайте не могу сказать что очень жарко на первом это же на втором полный пипец ладно дальше у нас полотенечки обожаю всегда ими пользуюсь так дальше что чуть-чуть погрешу дает кук сейчас я добавлю знаете что у меня есть у меня есть лаймик ледики и такой коктейльчик сделаю себе так ну ладно поехали дальше в любе элисы естественно 50 грамм каждый день кушаю так дальше много всякие ерунды еще такие салфетки знаете в такую красивую штучку я их выкладываю короче короче я добавляю в такую салфетку красивую и тогда я я ими активно пользуюсь штучки в туалет обожаю так кто-то не звонит я скину потому что это не важный звонок так вот этот бустер анблокер от волос как бы не сильно забившись но иногда струно хочется чуть-чуть волторол гель для суставов чуть-чуть мне струно еще пухнут намного меньше там у них уже движуха пошла ну бывает не мышцы болят от тренировок поэтому вот это все мне надо так дальше что еще один гель еще один гель deep relief вот этим гелем он кстати по моему недорогой с ментолом я их я его буду на пятки назвать помните я вам как-то рассказала про пяточную шпор у меня вот летом я заметила какое-то идет такое обострение не могу связать почему именно летом зимой вообще этим не страдала вот как только лето так у меня эти пятки чуть-чуть так болят зудят короче доставляет дискомфорт поэтому надо мазать как мазью помажу так сразу хорошо дальше линор вот из этой серии очень люблю да там можно говорить что аллергия там не полезно кто-то курит и тоже не полезно влажные салфетки тоже люблю очень еще влажные салфетки вот так вот протереть что-то шик 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 быстренько шпинаты тоннельным кем тоже не люблю терпеть их вообще ненавижу но они очень полезны так короче так как мне надоело уже эту куриную грудку кушать ну естественно я ее кушу но я вот иногда грешу тоже ну тут особого греха то нет как это ни одного греха я тут не нарушу просто что стоит как самолет такая курица в маринадах она дорого стоит очень еще такой и еще такой тут у нас какой-то новый что-то сатай стал чеки мини филе тут короче кокос красный перец а здесь кориен станку посмотрим как он мне больше понравится и бубрафена две пачки ну тоже всегда нужен такой препаратик так вот эта штучка в туалет люблю когда голубенькая водичка лежит еще мои любимые я сразу две штуки ставлю в унитаз и мне тогда так приятно пахнет так так помните я вам как-то рассказывала что я какой-то раз решила помыть полы и не нашла для швабры тряпочку так вот я ее купила но я еще кое-что купила сейчас вам покажу так дальше что мои самые любимые маски сейчас кстати вот пойду в душ схожу и обязательно какую-нибудь себе на лицо фигачу вот еще такая тут они разные это анти-эйджинг типа смутинг и фирминг с гиалуроном тут мотифай ну типа массирующие а тут что у нас супер гидрейтинг инглоунг ну в общем ну кстати вот эти горения масочки очень даже неплохие я вот идут и в душ тогда их вот так вот на себя хожу не знают написано 15 минут на я могу и час проходить с ними про вышивать пролежать и потом лицо действительно такое напитанное увлажненное лучше так дальше я купила вот такую овеном грил клинер сет вот такой вот надо почистить мой гриль потому что уже как-то он так я конечно каждый раз эти решетки мою но сам его надо почистить так дальше что еще еще какая-то мазь тоже called гелл deep freeze ну вот эти все мази вот кстати волтарелл она дорого стоит ее надо поэкономить потому что вот эта масса стоит 10 фунтов еще у меня другая есть которая большая на 100 миллилитров то 50 грамм у меня есть на 100 на 100 стоило 14 но здесь 2 2 . 32 процента лекарства это намного лучше но сильнее мощнее это буду экономить только когда уже как-то реально сильно будет больно будет а вот эти такие вообще недорогие мази их можно так ну вот конечно я понимаю что чистить нельзя зачастись ими нельзя но так еще мои любимые штучки без них вообще не могу еще короче все одно туалет все деньги блин будет так и решила попробовать вот такой шампунь и масочку кстати маска у меня там от понтен праве есть и мне совсем она понравилась только там другая какая-то линейка здесь типа все к протеин типа увлажняющие типа делают шелковистыми и вот такой тоже ссылки англоуин потому что надоели все шампуни хочется попробовать что-нибудь иногда даже из нас маркета бывают неплохие так как я понимаете я шампунями которые без вот этих всех там глютенов шмутенов типа дорогие я мою вот здесь голову а вот этот вот мертвый хвост я мой вот этими его тоже надо тщательно промывать и их тут очень много поэтому дорогими шампунями я понимаю конечно я могу себе позволить но зачем то есть это же мертвые волосы они не питаются и от них им пользы то никакой в принципе поэтому мыть их можно разными шампунями какими хочешь ну вот и все а стапа понесло что называется так кстати этот фильм ну его нафиг мне вообще не понравился я не знаю любочка мне тоже писала что тоже смотрела и что тоже не понравилось и мне вообще не стыдно в этом признаться кто сказал что это не но я понимаю это классик этом временем типа проверено ля-ля-ля-ля но мне не понравилось вот любовь и голуби могу смотреть с утра до вечера там или эту как моим москва слезам не верит могу с улеймана могу смотреть а этот мне как-то не зашел ну вообще вообще этот юмор такой на мой взгляд какой-то плоский ну не знаю ну нет 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 но фраза все равно конечно вышла в народ и поэтому так как я решила таким включить хозяйку смотрите шуя у меня когда приходит ко мне помощница у нее точно такое же ведро и я просто как-то один раз тут сидела внизу там что-то делала на диване она мыла пол и я смотрю шик-шик за три секунды пол чистый сухой нифига себе думаю и это вот этот сет он вообще так дорого стоило сегодня была акция 16 всего лишь думаю вот как не купить ну как ну сам бог велел так что все мои дорогие все я что я сейчас я сейчас это все разберу попью протеинчик и пойду я повышеваю часик у меня так что я так сказать сама себе босс сейчас мы сюда вот это барисулечка на не 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 вот так с утра до вечера поют такие песни бедные сами это же он все слушает с утра до вечера татара татара вот так и вот так ну ладно все ну вот теперь я даже не знаю сегодня у меня полный выходной тренировка было в 10 утра в 12 я уже была дома так как я еще заехала в магазин сейчас 8 часов вечера и я только сейчас села за вышивку ну ладно я поиграла на скрипке позанималась что я еще сделала а ну я сегодня помыла полы я сегодня убрала ванну я сегодня протерла везде пыль я сегодня намыла свой гриль не только вот эти вы которые решетки вынимаются а там еще внутри все промыла в общем да ладно тогда простительно ну еще плюс я сходила по третьему кругу в душ помыла голову я сейчас лежу вот в такой вот великолепный ночной рубашечки которую мне подарила моя сестра это 30 процентов натурального шелка и добавки какие-то она мне говорила но я забыла главное что шелк я когда дело ее на дело я просто утонула в каком-то кайфе это такое удовольствие такое приятное к телу я вам не могу рассказать очень очень мне нравится качество она говорит что у меня свой магазин фирменный вот именно силку в литве интернет очень много кстати я смотрела в инстаграме у нее делятся покупками литовские звезды разные знаменитые блогеры ну которые в литве знаменитые понятное дело в общем моя сестра занимается и она говорила что не рекомендуется натуральный шелк для тела как бы это круто но очень непрактично так вот но я говорю все равно я хочу но она меня переубедила общем я заказала у нее еще пижамку еще такой комплектик шортики маечка и что вы думаете что я еще заказала я заказала постельное белье вот сейчас вот здесь вот это вот это сатиновое постельное белье мне тоже очень нравится во первых она очень красивая вот как да вот ну вот такая вот как сказать декорации украшения чувствую себя прям как великолепном веке но конечно ну неплохое качество оно такое тоже подороже покупала на амазоне здесь в англии никакой не 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 aliexpress но хочу попробовать шелковым но конечно мне сестра сказала что шелкового натурального шелка постель будет просто космосом стоить даже с учетом того если она мне могла бы сделать но не если она мне там сделать какие-то лучшее цены нежели там простым клиентам но страна будет очень дорого и говорит особо разницы нет в том плане что по ощущениям самое главное шелковые наволочки чтобы лицо дышала чтобы вот это вот все было вот в идеальном состоянии поэтому я закажу постельное белье белого цвета шелковые наволочки и микс такой 30 процентов шелка под идеальник и простым так что буду очень-очень ждать ну сейчас уже точно буду заканчивать влог потому что уже там какая-то такая сборная солянка даже надо как-то вести наверное какие-то записи что я снимаю потому что все вот так вот так абсолютно не контролирую что снимаю когда снимаю просто еду снимаю иду снимаю села вышивать вот эти вот крестики которые я еще не дошила но и все завтра день рождения александра но чтобы мы тут гулять конечно же не будем заказали суши но это уже будет завтра